Только что прояснила судьба нескольких задержанных при штурме обл. администрации в Харькове. Местный суд арестовал 4 активистов, оборонявших здание на 60 суток. Всего во время той операции во вторник задержали около 70 человек. Меры пресечения большинству из них еще не избраны. Ну а в Донецке и Луганске противники новой киевской власти пребывают в томительном тревожном ожидании. В восточные регионы перебрасываются подразделения специального назначения. Многое говорит о подготовке к штурму административных зданий, занятых сторонниками федерализации Украины. Все, что известно, к этой минуте обобщил Михаил Акинченко. Куда направлялся этот автобус с вооруженными людьми, жителям Донецка выяснить так и не удалось. Тогда, не дождавшись ответа, они попросту заблокировали выезд и заставили всех пассажиров с автоматами вернуться обратно в здание областного военкомата. Здесь неизвестные квартируют уже несколько дней. У них форма разная, нет никаких нашивок. Это форма экспериментальная для начала. Она грязная, она бэушная, она рваная, она песочная. Она разная, она потертая, она уже бэушная. Так это спецназ, это элитные войска, как не важно одевать. Не важно одевать элитные войска. Выходящие из автобуса люди в разномастном и уже потрепанном камуфляже на вопросы местных жителей не реагируют. Похоже, даже не понимают, о чем их спрашивают. В Донецке предполагают, возможно, это и есть те самые иностранные наемники, которых новые власти привезли для силового подавления процессов. Насколько мне известно из сообщений, в Донецке сейчас 300 наемных солдат из компании Грейстоун Лимитед. И 100 наемников прибыло в Луганск. На мой взгляд, это очень серьезная и опасная тенденция, показывающая, что Запад является провокатором. Заявление Сергея Лаврова и других о том, что Украину дестабилизирует не Россия, соответствует действительности. Однако, я думаю, стоит ждать ответного огня. Когда вам приходится привлекать иностранных наемников для выполнения вашей грязной работы, вас нельзя признать легитимным правительством. Представители Вооруженных сил Украины предположения о наемниках отметают. Впрочем, внятно ответить, что это за люди в последние дни приезжают в юго-восточные регионы и какие у них цели, все равно не могут. А вот откуда шла эта колонна, выяснилось довольно быстро. На грузовиках номера одной из воинских частей Запорожья. Местные жители перекрыли им дорогу всего в 30 километрах от Донецка и потребовали развернуть технику. Военные подчинились. Пирес! Пирес! Ополченцы возле здания Донецкой администрации отрабатывают приемы сопротивления. Это на тот случай, если власти все же решатся на силовые акции. Между тем, все, чего просят протестующие, это чтобы власти к ним просто прислушались. И первые подвижки уже есть. Назначенный из Киева губернатор Сергей Тарута после двухчасовых переговоров объявил, что готов поддержать просьбу об амнистии для участников акции протеста, а местные депутаты на внеочередной сессии могут обсудить возможность проведения референдума о более широких полномочиях Донецкой области. Так встречали кандидатов президента Украины от партии регионов Михаила Добкина в Луганске. Он приехал на переговоры с представителями так называемой армии Юго-Востока, которые забаррикадировались в здании СБУ. Протестующие категорически против проведения любых президентских выборов до референдума о федерализации страны. Пока это требование не будет принято, отряды самообороны отказываются покидать здание. Между тем, власть, похоже, не стремится к переговорам. Обороняющимся поставили ультиматум. В течение 48 часов они должны освободить здание, иначе штурм. О том, что силовой вариант подавления протестов рассматривается властями как основной, свидетельствуют вот эти кадры. В Луганск уже стягивается бронетехника. Михаил Лакинченко, Денис Говорухин, Первый канал.